Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Более 600 миллионов рублей на новые дороги, детские сады и переселение из аварийных домов. Депутаты внесли изменения в городской бюджет на этот и два последующих года. Окрыленное искусством, как художница без рук завоевала общероссийскую любовь и признание почитателей живописи. В Самаре открылась персональная выставка Татьяны Федоровичевой. Завершил земную жизнь и воспарил в небо. Православные верующие отмечают один из 12 главных церковных праздников – Вознесение Господне. Все что угодно, кроме новых жилых домов. Жители дома 40 по улице Солнечная против возможного строительства по соседству. Своё беспокойство они высказали главе Самары Елене Лапушкиной, которая приехала к ним навстречу. Присутствовал на собрании и владелец земельного участка. Какие были планы по развитию этой территории и что изменилось сейчас, выяснил Андрей Горгуленко. Участок земли вдоль улицы Солнечной в районе 40-го дома в центре спорной ситуации. Владелец территории еще пять лет назад решил построить здесь спортивный комплекс. Одно здание возвести удалось. Затем работа приостановилась и пришла пандемия. Теперь спортсооружение для владельцев участка строить невыгодно. Прибыль можно получить только после строительства жилых домов, в котором обещают выделить помещение для объектов социальной инфраструктуры. Мы не закончили геологические исследования, поэтому сказать, как могут быть поставлены дома 2, 3, 1, какой высотности, мы не можем. Ни один другой специалист этого сделать не может. Но то, что учесть социальные объекты в нашем комплексе абсолютно реально, я вам это подтверждаю. Однако местные жители против такого развития событий. Они беспокоятся, что новые квартиры усложнят жизнь плотно населенного микрорайона. Потребуется еще больше ресурсов социальной инфраструктуры, парковочных мест и, возможно, новых дорожных развязок, чтобы не стоять в пробках уже на выезде со двора. Жители дома, когда приобретали здесь квартиры, по плану, по генплану, здесь было строительство спортивного комплекса. То есть мыслями об этом комплексе покупали люди квартиры. Может быть, тут и не купили бы, если бы сразу сказали, что тут жилые дома будут. Выслушать обе стороны и помочь им прийти к компромиссу на место приехала глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с жителями микрорайона и с владельцем участка. Стороны озвучили свои предложения и идеи. Теперь все это они выскажут на публичных слушаниях по этой территории, которые состоятся в ближайшее время. Договорились идти поступательно, что действительно сейчас будут проводиться общественные слушания. Я призвала всех жителей, какой бы их мнение ни было, но в обязательном порядке принять участие, чтобы было понятно мнение большинства. Надеюсь, что в дальнейшем они найдут компромисс и их соседство будет удобно для всех. Пока на самом участке никаких работ не производят. О возможном спортивном комплексе напоминает лишь одно строение и футбольные ворота на участке. Смогут ли здесь проводить матчи и тренировки или все же кто-то заселит это место? Ответ на этот вопрос можно будет узнать только после публичных слушаний. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В городской бюджет из областной казны в этом году поступило более 600 миллионов рублей. Эти средства направят на решение социально значимых задач. Изменения в главный финансовый документ Самары депутаты внесли на заседание городской думы с участием главы города Елены Лапушкиной. В частности, поступившие средства пойдут на переселение жителей из аварийного жилого фонда, ремонт дорог, капитальный ремонт и оснащение помещений для создания места в детских садах. Полтора миллиона рублей пожертвовала строительная компания для благоустройства дубовой рощи в районе Солнечной 43А. В этом году увеличился план по собственным налоговым и неналоговым доходам. Сумма составила 1 миллиард 22 миллиона рублей. В следующем году в городской бюджет из вышестоящих источников направят более 42 миллионов рублей, а в 2023-м более 800 миллионов. Мы хотели бы, чтобы уже в этом году в рамках программы по развитию уличной дорожной сети максимально было обращено внимание на пешеходные тротуары. То есть при встречах с жителями у нас практически один из вопросов возникает по всем территориям. Еще раз отмечу, что изменения носят социальный характер. И для детей, и для спортсменов. Во дворе дома по адресу Московское шоссе 151 началось строительство двух площадок. Средства выделили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. На площадках появится новое покрытие, игровое оборудование. Также обустроят территорию вокруг и отремонтируют внутри дворовые дороги. Обо всем подробнее расскажет Никита Колосов. Жители 151-го дома на Московском шоссе вспоминают, что капитального обновления двора не видели десятки лет. Родители вместе с детьми облагораживали территорию своими силами. Но узнав о федеральной программе формирования комфортной городской среды, решили принять участие и разработали свой дизайн-проект, который получил одобрение. Очень надеемся, что он оживет, что здесь будут слышны детские голоса. И бабушки с удовольствием будут сидеть на лавочках, и дети качаться на качелях. То есть, я считаю, вообще эта программа – шанс для таких активных, неравнодушных жителей проявить свою инициативу и, конечно, улучшить качество жизни. Во дворе решили оборудовать сразу две площадки – спортивную и детскую. Работы уже начались. Здесь выровняли территорию, вывезли накопившийся мусор, забетонировали, уложили щебнем и установили борта. В рамках данной благоустройства у нас будет выполняться устройство резинового покрытия на детской игровой площадке, установка игрового оборудования детского, установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек на детской площадке. Также облагородят прилегающую территорию, отремонтируют внутридворовые дороги и тротуары. Здесь будут организованы новые парковочные места, примерно на 15-20 единиц транспорта. Произведено благоустройство ближайшей территории, то есть подсыпка нового газона. Все работы идут по графику. В промышленном районе Самары в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды построят еще 10 детских площадок. Всего в городе обновят порядка 50 дворов. Никита Колосов, Сергей Баскин, События. Почти 40 тысяч самарских школьников из 153 учреждений прошли социально-психологическое тестирование. Это один из методов выявления вредных привычек. Тестирование помогает отыскать тех, кто входит в группу риска, обучающихся, которые легко могут попасть в зависимость, и организовать адресную и системную работу с ними в группах и индивидуально. О результатах тестирования говорили на заседании городской антинаркотической комиссии. Также на совещании выступили с докладами специалисты департаментов образования, культуры и спорта. Они представили профилактические акции, соревнования и творческие выступления, которые направлены на пропаганду позитивного мировоззрения и ориентированы на здоровый образ жизни, а также на организацию занятости школьников в свободное время. Проводятся профилактические беседы, реализуются физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на профилактику наркотической зависимости и других негативных девиантных проявлений среди воспитанников школ. Так, в 2021 году было уже проведено 61 профилактическое мероприятие с общим охватом на 2448 воспитанников наших школ. Развиваются за нами такие формы, которые традиционные. Это временное трудоустройство несовершеннолетних в содействии трудовой и добровольческой деятельности молодежи, а также это дополнительное образование и творческое развитие в сфере культуры и искусства. Профилактическую работу ведут и районные администрации. Специалисты вместе с сотрудниками полиции проводят антинаркотические рейды, закрашивают нелегальную рекламу на стенах, а также ищут в интернете сайты, через которые идет распространение незаконной продукции. Если вы обладаете какой-либо информацией о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите по телефонам, указанным на экране. Эфир продолжит новости экономики. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Российские банки смогут ограничивать переводы через систему быстрых платежей. Какой установит лимит? Да, так и есть. Банки должны разрешить переводить через систему быстрых платежей не менее 150 тысяч рублей в день. Об этом расскажу далее. Ну а пока поговорим о мерах поддержки. Власти России выделят дополнительно более 27 миллиардов рублей для реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов. Это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч семей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кабмин продолжает поддерживать семьи, где родился третий ребенок или последующие дети. Они получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов. Еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях. Власти России дополнительно выделяют 4,5 миллиарда рублей на возврат части средств в рамках кэшбэка на детский отдых. Программа стартовала 25 мая. Первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря вплоть до 15 сентября. Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за которые родителям будет предоставляться возмещение затрат. Половина стоимости путевки компенсация будет за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября. Российские банки с 11 июня смогут ограничивать переводы через систему быстрых платежей только суммой в 150 тысяч рублей в день или большей. Центробанк давал им время по 10 июня на то, чтобы скорректировать лимиты, и согласно заявлению регулятора, увеличение суммы перевода позволит повысить доступность услуги. Созданная Банком России система быстрых платежей до этого не предусматривала жестких ограничений для банков, из-за этого многие кредитные организации сильно занижали эти лимиты. Официальный курс доллара на 11 июня – 72,20 рубля. Американская валюта прибавила 11 копеек. Евро – 87,81 рубля. Курс не изменился. Нефть марки Brent – 72,60 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 65,456. Остановить заболеваемость должна вакцинация. Чтобы не отрываться от производства, сотрудники Сызранского завода делают прививки практически на рабочем месте. Подробности в сюжете. Здесь производят оборудование для разламывания горных пород для электростанций и тяжелой металлургии. Сызранский тяжмаш заработал в начале Великой Отечественной войны. И с тех пор конвейер не останавливался. Здоровье сотрудников в приоритете. Поэтому с самого начала прививочной кампании вакцинацию организовали прямо на заводе. Можно сказать, без отрыва от производства. На сегодняшний день от коронавируса привит около тысячи заводчан. Никаких осложнений после прививки замечено не было. Небольшое отличие от прививки от COVID-19 и гриппозной прививки. Отличие в том, что приходится задерживаться на полчаса нашим трудящимся, находиться под наблюдением врача. Поэтому в день мы где-то делаем 40-50 прививок. Антон Мартинов говорит, в необходимости прививки не сомневается. Болеть не хочется, тем более становится угрозой для здоровья близких. Ну, надо как-то общество обезопасить, чтобы никто не болел. Нужно прививаться, чтобы другие не болели. Когда привьется 60% жителей области, будет обеспечен коллективный иммунитет. Его действие подтверждено на примере прививочной кампании против гриппа, которую провели в прошлом году. Общий иммунитет защищает до сих пор. Случаев гриппа в губернии нет. Глава региона Дмитрий Азаров в послании особо отметил необходимость массовой практики вакцинации. В случае с коронавирусом важно сформировать коллективный иммунитет до осени, до начала традиционного эпид-периода, когда и другими респираторными инфекциями люди болеют чаще. Особо важно прививаться крупным трудовым коллективам. С отличным настроением пришел сюда. Как бы добровольно, чтобы вакцинироваться. Рекомендую всем. На сегодняшний день от коронавируса привились более 435 тысяч жителей Самарской области. Из них более 354 тысяч завершили оба этапа вакцинации. Записаться на прививку можно в поликлинике, на сайте госуслуг и по телефону горячей линии 122. Кроме того, без записи можно прийти с документом, удостоверяющим личность, в один из мобильных пунктов, которые по пятницам и выходным работают возле крупных торговых центров. Виктория Шарая, события. Очень редкое астрономическое явление. 10 июня заканчивается коридор затмений. В этот день Луна оказывается между Землей и Солнцем, в результате чего оно выглядит как надкушенное яблоко. Такое явление происходит только 14 раз в столетие. В следующий раз кольцевое затмение можно будет наблюдать только через 9 лет. Качели, лавочки, раздевалки в Самаре начали обустраивать городские пляжи для любителей летнего отдыха под солнцем. Дно возле берега Волги обследуют водолазы. Они очистят его и составят карту глубин для установки ограничительных буйков. За работой специалистов наблюдал Михаил Ермоленко. Водолаз Дмитрий Червев погружается в воду и раз за разом достает то камни, то палки, а порой даже потерянные детские игрушки. Работает на мелководье, пока его напарник обследует дно на глубине. Я сейчас по поверхности вот здесь смотрю, на мелкой глубине, чтобы когда там вот камни большие, которые мешают, мне в принципе где-то на часа два хватит. А водолазу больше, он по множеству глубже уходит. Водолазы выявляют также ямы и водовороты. После того, как они обследуют дно, на поверхности воды установят ограничительные буйки. В результатах обследования водолазов формируются карты глубин, определяются места установки ограничительных буйков на ограничительную зону плавки, а также определяются места формирования пляжей для зон купания для лиц, не умеющих плавать, это глубиной до 1,5 метра. Поэтому для лиц, которые не умеют плавать, это отдельные два пляжа, которые также организовываются. Пляжный сезон стартует в Самаре меньше, чем через неделю. На набережную завозят новые лавочки с навесами, чтобы отдыхающие смогли спрятаться от жары, качели, удобные раздевалки, а также ромбовидные лавочки с зонтом в виде шляпки, которые рабочие так и называют в шутку грибом. Пляжного инвентаря много, поэтому за один день грузовой автомобиль делает больше 15 рейсов. При этом важна не только оперативность. Нужно все более-менее аккуратно сложить, прежде всего подумать 10 раз, как все ляжет в кузов, чтобы друг другу не терлось по дороге, чтобы ничего не сломалось. И потом уже здесь так же выгрузить. Очень ждем. Каждый год прекрасные пляжи. Сейчас будут здесь скамеечки, качели, раздевалки, много народу, заряд энергии. Ну, это счастье, мне кажется, иметь Волгу в городе, причем в такой близкой доступности. И приезжие говорят, вам море не надо. Сейчас подрядчики обустраивают территорию у первой очереди набережной, чтобы все объекты стояли на пляже уже до 15 июня. Обустройством второй очереди займутся после окончания фестиваля «Волга-фест». Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. О новшествах законодательства и особенностях предстоящей избирательной кампании. В столице региона идет подготовка к выборам депутатов в Государственную и Самарскую губернскую думу. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами начал свою работу в марте. Сейчас во всех муниципальных образованиях проходит обучение общественных наблюдателей, которые в назначенный день будут поддерживать на избирательных участках законодательный порядок. Тему продолжит Ольга Павлова. С правилами законодательного этикета на выборах будущих общественных наблюдателей знакомят задолго до начала избирательной кампании. Обучающие семинары проходят во всех муниципальных образованиях. Здесь учат не только правилам поведения на избирательных участках. Наблюдателям рассказывают о новых законах и о том, как грамотно решать конфликтные ситуации. Очень интересное обучение, полезная информация, то есть уже более понятно, чем будем заниматься и что там нужно будет делать. Это было очень познавательно. Много вопросов было поднято, таких, которые действительно актуальны на сегодняшний день. Что мы имеем делать, что мы не можем делать, чтобы это знать и действовать правильно, и не создавать лишние суеты, и не мешать работе. Общественный штаб наблюдений за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Су-председателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 15 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кальцун. В настоящее время общественники координируют обучение наблюдателей. Для предстоящих выборов необходимо подготовить более 7 тысяч независимых специалистов. Для нынешней ситуации это очень необходимо, потому что многие наблюдатели не знают, как справляться с провокационными ситуациями, которые проходят, агитаторами, которые тоже пытаются всячески нарушить выборы, хотя нарушений так-таковых нет. И мы на этом обучении рассказываем, как себя вести, какие у них права, обязанности. Кроме того, нужно научиться действовать в стрессовых ситуациях, потому что на выборах бывают самые разные факты, которые требуют специальной оценки, возможно, обращения за помощью других специалистов. Наблюдателем на выборах может стать любой гражданин России, обладающий активным избирательным правом, но не работающий в органах власти. Ответы на вопросы, связанные с обучением, можно получить по телефону горячей линии, номер которого на экране, или по электронной почте. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В Самаре подвели итоги регионального конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Комиссия оценила в этом году более 400 заявок. В конкурсе участвовали печатные и электронные СМИ, блогеры, СММ-менеджеры и другие представители медиасферы региона. Подробности расскажем в сюжете. Больше хороших новостей. В Самаре подводят итоги 10-го юбилейного конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Журналисты, блогеры, пиар-специалисты, СММ-менеджеры и пресс-секретари присылали на суд жюри сюжеты и статьи, в которых говорится о «добром и вечном». Помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, братьям нашим меньшим, социальная реклама и проекты. Всего более 400 заявок. Есть замечательные семьи, о которых хочется рассказывать. Есть люди с ограниченными возможностями, которые, несмотря на свои ограничения, имеют такую силу воли и силу духа, которые не только сами совершают добрые дела, но и ведут за собой. Есть замечательные спортсмены, есть молодежь, которая становится волонтером и совершает добрые дела. Вот хотелось бы, чтобы об этом говорили, об этом знали. Возглавил комиссию ее бессменный руководитель с 2012 года, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Понимая, что если ты прикладываешь свой талант, что ты делаешь, ты получишь заслуженную оценку. Здесь не играют у нас никакой роли, никакие звонки, у них там громкие фамилии. Конкурс «Добрые новости» этого года проводился одновременно с конкурсом «Юнкор», который, по сути, является его младшим братом. Он ориентирован на юное поколение журналистов. В этом году он носит имя Ильи Авдеева. Талантливый журналист и пиар-специалист, который трагически ушел от нас в возрасте 25 лет. Конкурс «Юнкор» он начинал, и важно, чтобы его молодые участники знали и равнялись на таких творческих людей. В составе жюри профессионалы своего дела, знаменитые журналисты, члены Журналистского союза России, редакторы СМИ. В том числе и главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. Экспертная комиссия оценивала конкурсные работы в нескольких номинациях. Лучшая публикация в печатных СМИ, лучший телевизионный сюжет, эссе, а также лучший социальный ролик в интернете и другие. В этом году добавилась еще одна новая номинация. Перечень номинаций год от года растет. В этом году появилась номинация паблики социальной направленности. История с пандемией подтолкнула нас еще больше уйти в онлайн. И сегодня возможности интернета используются все больше. Победители творческого состязания станут известны уже в ближайшее время. А конкурс «Добрые новости» перешагнет очередной рубеж и будет ждать новых номинантов и победителей, но уже в следующем году. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Сила воли, талант и упорство, которые приводят к успеху. В Самаре открылась уникальная выставка картин художницы с ограниченными возможностями Татьяны Федоровичевой. В экспозиции 21 работа автора. Несмотря на отсутствие рук, Татьяна с самого рождения проявляла интерес к искусству. О ярких красках, живых портретах и человеке, влюбленном в жизнь. Репортаж Ольги Павловой. Она изучила практически все техники изобразительного творчества. Начиная от простых набросков, графики, заканчивая живописными, масляными и акварельными работами. Жительница Ульяновской области Татьяна Федоровичева появилась на свет без рук, но с огромной силой воли. Проявляя любовь к искусству с рождения. В два года взяла пальцами ног карандаши, а уже в пять начала писать картины с изображениями животных и природы. Очень интересно они написаны. Прям чувствуется профессиональная рука в этих картинах. И очень передача цвета интересная. Ну и там свое особое настроение в этих картинах. Очень хорошее впечатление от выставки. Все картины очень интересные, абсолютно разные. Каждая картина привлекает внимание и хочется ее разглядывать, хочется обращать внимание на детали. В экспозиции 21 работа талантливого автора. Выставку открыли глава города Елена Лапушкина и министр культуры Самарской области Татьяна Мардуляш. Отметив в работах художницы исключительную технику изобразительного искусства, многогранность сюжетных линий, красок и тем, близких к каждому обывателю. Вы не просто художник, да, хороший, талантливый художник. Вы еще, по большому счету, учите нас немножко по-другому смотреть на наши проблемы. И учите нас радоваться жизни каждому дню, каждому мгновению. Не так важно, это реалистичная живописи или абстракция. И что главное, что мы видим творца, главное, что мы видим художника. И главное, что это искусство дарит радости людям и тем, кто его делает, и тем, кто его смотрит. Участница региональных, областных и международных конкурсов. Татьяна является номинантом премии президента России в конкурсе «Добрый волшебник» и номинантом премии губернатора Ульяновской области. Ее работы неоднократно выставлялись на областных аукционах в Москве, а в копилке творческих достижений художницы – около 300 дипломов, сертификатов и наград. Некоторые из работ, представленных на выставке в Самаре, вскоре пополнят дома коллекционеров и почитателей живописи. В основном могу сказать, что больше всего берут и интересуются пейзажами, животными, вот такими сюжетами, ну и портретами. Красота окружающего мира меня очень вдохновляет и заставляет двигаться дальше в плане творчества. На выставке можно будет приобрести любую из картин. Экспозиция открыта до 11 июня по адресу Куйбышева, 88. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Сегодня православные верующие отмечают большой праздник – Вознесение Господне. Он выпадает на 40-й день после Пасхи. Согласно библейским сказаниям, в это время завершается жизнь Иисуса Христа на земле после воскрешения, и Он возносится в небеса. В храмах традиционно идут праздничные богослужения, а на протяжении суток принято поминать умерших родственников. Печь пироги и ходить в гости. В праздник Вознесения нельзя ссориться, ругаться, злиться, думать о плохом. Необходимо простить все обиды и провести этот день в мире и спокойствии. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары Гиз, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин